В течение, мне кажется, 15 лет я его не слушал. И когда опять поставил пластинку на тон арм, я понял, что эти 15 лет ушли в никуда. Я вам серьезно говорю. И сейчас я слушаю музыку отчаянно, исключительно только на виниле. Но слушаю, конечно, по необходимости в машине и по необходимости по своей работе. Я слушаю это в цифре. Но если мне нужно ощутить, тогда это только винил. Здравствуйте, друзья. Мы находимся на фестивале Music Mass Moscow. И сейчас рядом со мной лидер коллектива «Мегаполис» Олег Нестеров, а также писатель и лектор. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы сегодня уже успели пустить выставку? Какие впечатления у вас от нее остались? Знаете, я только поучаствовал в конференции в «Круглом столе». Сделал это с большим удовольствием. И сейчас начну осмотр выставки. Я рад размаху, разнообразию. Вижу много увлеченных людей, очень много разных территорий. Так что впереди у меня самое сладкое. Тема конференции была обсуждение актуальности лейблов сейчас. Резюмирую обсуждение. Скажите, кому и в какой ситуации необходимо обращаться к помощи лейбл? Кому? Артистам нужны те, которые будут за ними ухаживать. Это так было всегда. И творческому человеку должен... Ну, то есть, есть разные профессии. И... А это Владимир Ткаченко из группы «Ундервуд». Это вам хорошо. Он выйдет в ноябре. Ты знаешь, ты где будешь? Сейчас объект. Вот видите, какие встречи на выставке. В общем, интересно было обсудить вопросы, которые перед нами стоят. Увидеть друг друга. И, в общем, Дэвиду Макфайдену большое спасибо. Многие музыканты в России считают необходимым полностью действовать самостоятельно, без помощи лейблов. Как вы считаете, они действуют неверно в такой ситуации? Да нет, все верно. Если у музыканта получается, как у Сергея Шнурова, он же работает без лейбла, он сам себе лейбл. Или земфира. И хорошо, значит, у него есть такой талант, который сочетает в себе способность творческую и управленческую. Если у артист более такой, более создание такое, как цветок, который не может за себя постоять, что-то решить, что-то организовать, тогда, конечно, ему нужен либо человек, либо группа товарищей, который ему поможет. Здесь же, еще раз, кому-то очень нравится ухаживать за творческим человеком. В этом тоже есть творчество и свой фан. А кто-то в этой помощи отчаянно нуждается. Вы также подчеркнули, что уход к винилу, к пластинкам виниловым, это первую очередь даже не мода, а такой долг природе, биологические основы к этому уходу есть. Скажите, а вы были всегда верны винилу или какой-то момент тоже ушли от него, скажем так? В течение, мне кажется, 15 лет я его не слушал. И когда опять поставил пластинку на тон арм, я понял, что эти 15 лет ушли в никуда. Я вам серьезно говорю. И сейчас я слушаю музыку отчаянно, исключительно только на виниле. Но слушаю, конечно, по необходимости в машине и по необходимости по своей работе слушаю. Это в цифре. Но если мне нужно ощутить, тогда это только винил. Вы также предсказали такое некоторое разделение музыкальной индустрии на аттракционы, такие развлекательные, цифровое звучание и на как раз такое аналог виниловое и настоящее выступление, где будут настоящие эмоции живые у зрителей. Как вы считаете, будет ли это деление касаться и вкусов слушателей, будут ли они разными? Это было всегда, это будет всегда, это связано с духовным опытом человека, потому что все люди разные, и у каждого из нас своя миссия и свой накопленный предыдущими воплощениями духовный опыт. Каждый из нас решает какую-то задачу, и, условно говоря, это как школа. И в первых классах учится очень много учеников, потому что многих оставляют на второй год. В десятом классе – 10 человек на эпоху. И когда ты пятиклассник, ты очень интересен четвероклассникам, но шестиклассники тебя ненавидят. Духовно близкие люди – это те, которые как раз резонируют по тем проблемам, которые тебе ясны, которые ты решаешь в этой жизни. И есть массовый вкус людей, которых больше, которые решают в своей жизни ясные и простые задачи, которые учатся быть сильными, учатся зарабатывать, учатся, ну, знаете. Это потом они начнут учиться быть слабыми, учиться не зарабатывать и так далее. Поэтому так было во все века, и это деление существовало всегда. Это как игра Nintendo. Либо у вас 15 уровней и по 20 жизней в каждом. И вот, если вы перепрыгиваете через ручеек на первом уровне, или вы уже стреляете по блюдечкам на шестом, это не значит, что одни хорошие, а те плохие. Просто каждый решает в вашей жизни разные задачи, и все должны друг другу помогать. Так что вы скоро планируете выпустить новый альбом «Нежный Высоцкий». Расскажите, почему именно... Нет, это будет концертная программа, это будет проект только для сцены. А новый альбом будет называться «Zero Lines». Это интуитивная музыка, это такая потерянное звено эволюции. 14 лет мегаполис молчал. И пришел в 21 веке с альбомом «Супертанго». И такой вопрос у многих тех, которые знают нашу музыку и любят, как так вот, что где мы были эти 14 лет, и так откуда-то, не возьмись, возникла «Супертанго». То же самое вопрос у ученых. Есть человека, есть шимпанзе. Где то потерянное звено эволюции? Человекообразная обезьяна или получеловек, полу... Вот «Zero Lines» — это музыка, которая нами была записана в 2000 году, принята. Так как это интуитивная музыка, мы ее приняли. И так как она интуитивна, не мы ее сыграли. За нас ее сыграли тысячелетние музыканты. Каждого из нас духовный опыт. Он был настолько прекрасный результат, что мы даже не могли подступиться. Но он вдохновил нас и на «Супертанго», и на «Из жизни планеты». И сейчас вот мы, собственно, отдаем дань. И издаем те треки, ту музыку, которые к нам пришли в 2000 году. Мы научились их играть. Проект «Zero Lines» в ноябре релиз. Спасибо большое. Олег Нестерс, социальный дарок портала «Эквилибриум». Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»